Пятница, 8 июля, в России день семьи, любви и верности. Календарный повод обо всем этом думать и говорить. День памяти святых Петра и Февронии из Мурма. Репортаж Ольги Герасименко. Наталья и Владимир назвали дочку редким именем Феврония. Они уже почти отчаялись, думали, детей не будет. Но когда родилась малышка, говорят, наконец поняли. Вот оно, настоящее семейное счастье. Пришли, попросили у наших святых, и они нам вот в обещании сказали, что если будет девочка, то будет обязательно Феврония. Помолиться святым и поклониться мощам Петра и Февронии, которых почитают в православии как покровители семьи и брака. В эти дни стремятся десятки тысяч людей. Юлия приехала из Екатеринбурга. Приехали мы сюда просить Божьего благословения и благословения Петра и Февронии на благополучный брак, на крепкую семью. История жизни муромских святых, князя и простолюдинки, которые вместе прошли через жизненные испытания, словно символ. В Хабаровске и Астрахани сегодня появились их скульптуры. А люди спешили рассказать, как можно жить долго и счастливо. Один молодой человек спросил, неужели вы никогда не ссорились, это не ссоритесь. Но я остановилась и сказала, молодой человек, даже сюда идя, уже мы немножко, он как? А он не ту рубашку одел. Что я могу сказать? Вот и все. Еще молодой праздник вдохновил многих. Зарегистрировать свои отношения именно 8 июля записывали за полгода. Но все равно в ЗАГСах очереди. Вал желающих сказать друг другу «да». Но рецепты семейного счастья у каждого свои. Я беру пример с моей мамы, которая мудрая женщина. И поменьше старается спорить с мужчиной. Мой муж был моим преподавателем когда-то. Да. Вот у нас разница 9,5 лет. Но вот я оказалась такой хорошей, послушной ученицей, что согласилась выйти даже замуж. Видите? И очень счастлива от этого. Такие, как Зоя Грязнова, кто отметил золотую свадьбу, уж точно знают, как это пройти рука об руку всю жизнь. Юрий и Анна Фанкины до сих пор помнят свидание в Центральном сквере. Грак не может быть крепким, если любви не было. Это еще духовное родство. Конечно. Люди должны смотреть не только друг на друга, но и в одну сторону. За проверенные временем секреты семейного благополучия. Таким парам, как эти, сегодня вручали медали и букеты живых ромашек. Эти цветы, символы праздника, заполонили улицы и скверы, словно подсказывая людям важные слова. Я тебя люблю, ты мое счастье, ты моя семья. Признания, которых порой так не хватает в обычной жизни. Сегодня звучали глаза в глаза, по телефону, в смс-сообщениях. Ну а кто-то своих близких решил поздравить вот так. Фото, видео и пронзительные строки на большом экране в парке Горького. Пожеланий в последние дни было так много, что сайт, выводящий сообщения на эту стену, с трудом справлялся с нагрузкой. Но все же его работу удалось восстановить. Эта стена, как и праздничные площадки, мастер-классы для любого возраста. В московских парках будут работать не только сегодня, но и все выходные. А те, кто приходили сюда, спешили сказать своим близким. Давай скажем, поздравляем. Давай, Саш. Поздравляем. Поздравляем.